Наконец-то я добрался. Говорят, тут целый город. Цивилизация. Что ж, посмотрим. Что за... А? Да какого чёрта? Нет-нет-нет-нет! А этот кто? Норенький? Да хрен его знает. Я его ещё не видел. Но думаю, Кэп будет доволен новому мясу. Хе-хе-хе. Опять эти новенькие на этом острове. Как же вы меня уже достали! Смотри, какой пылкий. Кажется, ты хочешь отправиться в Альгалу без очереди. Димас! Мы тебя долго искали. Ты помнишь наш план? Скорее хватай калаш! Нужно выбираться отсюда! Быстрее! Прыгай в лодку! Как же я рад тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь, но остров, на котором мы оказались, это... Не то, о чём мы мечтали. Наши друзья нас предали. Теперь мы должны всё исправить. Что исправить? Остров проклятых. Димас, а я тебе говорил, что наша лодка питается волшебным топливом? В смысле? Но в прямом, чем больше лайков тут будет, тем дальше мы уедем. Да чушь. А? Илья? Что за... Наше приключение началось с того, что я появился неподалёку от двух островов, которые меня сразу же заинтересовали. Как будто там должно быть весело, особенно вот здесь. Он сто процентов уже застроен, там какой-то клан стоит, доминирует над всеми. Надо посмотреть. Срочно. А, нифига себе, тут на этом острове кланина стоит какая-то. Теперь я понимал то, что этот остров уже занят каким-то кланом. Но пока что я решил сплавать и посмотреть, что это за домик на воде. Ведь его, в теории, можно было бы пронести торпедами в ближайшем будущем. Как будто дом у него всё-таки каменный. Если он каменный, то означает ли этот... Кстати, нифига себе, это баг? Что это? Вот это да, разработчики! Что они сделали с водой? Под водой было видно абсолютно всё. Каждую рыбку. И уже сейчас в мою голову проникли интересные мыслишки. Походу я понял, что я буду делать. Дом на воде был в онлайне. И хозяин оказался не очень гостеприимным. Он сразу убил меня с томика. Hello. Хана его дому. Чисто хана. Именно с такими мыслями я спавнюсь снова неподалёку от этого места. И теперь мне нужно было намутить свой первый лук. Отдай лут. Отдай лут. Да нет, у меня лут, и я только заспавнился. Откуда у меня лут? Могу тебе вот, три бинтика дать. Карманы вы... Давай три бинта, такди. Вот, на, возьми. У меня всё, что есть. Я только появился. Стой, 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 стой. На, на, вдруг пригодится. Забирай пайпу, убивай его. Друг. Забавно, как я внезапно стал его другом, хотя две минуты назад он пытался ограбить меня полностью. Но сейчас не об этом. У него под домом сели два игрока. Я сидел и наблюдал за ними в надежде, что смогу что-нибудь ёнькнуть. Но он даже не пытался оказать им сопротивление. И тогда я отправился на фарм сам. По-моему, булава не такая мощная, как этот тесак. Чипи-Чипи, Чапа-Чапа, Луви-Луви, лава-Лава, ты-ты-ре-ты-ре-теде-теде-та-та-та, Чипи-Чипи. Чапа-Чапа! Я не могу это. Я настолько поверил в себя, что даже попытался зарубить тесаком залутанного челика. Нееет Это вообще, это очень близко было Но радует то, что он с меня забрал далеко не все И теперь немного еще подформившись Я смог скрафтить себе лук Спустя время ко мне наконец-то присоединился пончик Который отстоял огромную очередь О, вот она лысая китаёза, иди сюда Чина На тебе два спальника А, меня сейчас убьют Беги, беги, беги Это походу тот револьверщик Все, я трог, он меня уволил сразу В костяной броне? Да, да, да Поговори с ним Плюс двушка Офигеть на зеленых патронах, двушка Чтобы не терять время, мы отправились на переработку различных компонентов И тут пончик находит очередную жертву Ну, 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 плиз, ну, киль, ну, киль, ну, киль, ну, киль, плиз, плиз, ну, киль Хит ему дай, он умрет У меня стрелы все, прикинь Он умер Хорош Лутай его Задолбал бомж за мной бегать Офиг возьми Тут чего фармит какое-то дерево Да, 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 с бензопилой Ща ща рубаню его Уходи, 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 их трое Оуууууууууууууууууууууууууу spam Да, да, да Ааа, страшно Бежим, 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 бежим Успеем добежать до забора? Успеем, успеем, успеем Дабы не терять драгоценное время, мы приступаем к фарму дерева Чтобы в будущем откинуть здесь шелтер Так, три сотки есть Может где-то возле фишинга построится Но тут хотя бы переработчик в доступности есть О, дай сейчас его бахну, этого кабана А, он идет, он идет Давай зарубим его Руби А Руж Можем в теории прямо здесь построиться Тут пофармить, смотри, мусорка есть, прикольно Можно, можно, давай А где он, можно, о, шелтер с арибан Ха, ха, это че Как в это зайти Ты поставил максимально убога, как его можно было поставить Да, чувак, ну что это такое, ну ты посмотри Это идеальный дом Ха, нифига ты под наклоном стоишь, сэш Ты че, Майкл Джексон? Все, началось не так уж и плохо Мы даже поставили здесь спальники И теперь у нас было в планах сходить на мусорку Ну что-то пошло не так Тихо, тут че? Вышел С, слева Хазик Вышел на улицу Вышел, вышел, вышел Работает? Лупи, лупи, лупи Хорош Я контрю дверь, у него двери открыты в дом У него, его дипнуть Там открыто? Берданочку я сразу же сейвлю в нашем шелтере И возвращаясь к этому домику в надежде, что мы сможем его дипнуть Но тут случается то, чего мы явно не ожидали Бежит, бежит, бежит А, тут тип с лучшаком бежит к тебе, бля А, вижу, вижу, вижу Он меня убил С калашом, слышишь, этот тип был Я просыпаюсь в нашем шелтере И понимаю, что у нас небольшие проблемки Они твой или шелтер? Они к тебе идут, по-моему, чувак У тебя, да? Да, да, да Они у тебя подходят Hello Походу Они рейдят меня, походу Да В этом шелтере я был зажат с единственной берданкой И судя по тому, что они пришли меня рейдить тесаками Они были очень серьезно настроены You can't me Да, ребят Признаюсь, этот видос вышел бы намного раньше Если бы меня не затянула эта игрушка Amazing Online Многообразный мир, полный ярких и красочных локаций Районов и уголков, которые знакомы каждому В этой бесплатной онлайн-игре представлен большой спектр различных взаимодействий с игроками Выбери свою роль Стань успешным бизнесменом, политиком, бандитом или обычным горожанином Поборись за власть и контроль над территориями Организовывая массовые беспорядки и преступные операции Либо встань на сторону закона Борись с коррупцией и защищай справедливость в обществе Создать свой бизнес, патрулировать районы, веселиться или идти по карьерной лестнице Решать тебе А кастомизация автомобилей посредством винилов и тюнинга Точно впечатлит автолюбителей Переходи по ссылке, скачивай лаунчер Вводи мой промокод CHEZY Ждем тебя на просторах Amazing Online Да уж Не успели мы начать У нас уже появились проблемки Но мы не из тех, кто сдается при первом поражении Ну я предлагаю, короче, построиться рядом с ними И просто не давать им играть Че, новый старт, новая жизнь? Мы только зашли Пошли чирки делать Они не тех бомжей зарейдили Пахнет взорванным шкафом Так, я на два лука нам насобирал уже ткани Сверху над нами Сверху Там залутанный тип Одного увалил Увалил? Нет, не увалил Увалил? Спать Пойдем Нормально, слышишь, что я им Прописал Убил Ой, чувак Ты возле меня? Да-да-да, не сыт я У меня очень много скрапа Все, вваливаем О-о-о, нормально Дель по-человечески на ящик Недалеко мы переехали от прежнего дома И только мы отправляемся на порт Самую малость подфармиться Мы замечаем, как сюда приехала баржа И припарковалась максимально близко И мы подумали А что если они приехали на перераб? Ну он стоит внутри, возле руля Как будто они сюда приплыли, чтобы переработаться Открыл дверь Выходит Вышел Куда пойдет? Вижу его С рюкзаком, слышь С мпшкой Ага Давай слева обойдем Давай пробуем Они что-то хотят строить, походу Слушай, он идет Он деревья в направлении сюда херячет Может он подойдет к этому дереву Третий пришел, смотри Четвертый пришел Ща файт будет, ща файт будет Одного слева сбрили сверху Нам надо набривать ближнего Сбрили, сбрили одного ближнего к нам Иду этого лутать, иду этого лутать Он бежит к другу своему Синий Нет, не бежит Он там стоит Чувак, он пущий лесок Я в воду упал Он к другу Дал хит ему Повалил его Ты повалил? Повалил Нет, не повалил Не-не-не-не-не-не Один на воде, один на воде Вижу его Я к ним на баржу иду Короче, проблема знаешь в чём? Что я оружие не смог найти. Но пока они пытались камбэкнуть свой лут, у меня был план. Я забираюсь к ним на баржу с пайпом и начинаю выжидать подходящего момента. У тебя шлёпнут 10 очков? Да, у меня пайп есть. Вот. Он уже плывёт. Они сейчас их лутают, да, будут теть. Двое плывут. Сейчас ко мне подниматься будет один. Одному набрил. Второго набрил. Тут открыто, тут открыто всё. Чуваки, внутри! Брат, быстрее, быстрее! Убил! У них кэдэ, наверное, с палки. Вылутывай и убегай. Ну, где... Я не могу найти тот лут. Тут как будто его нету. Может, всё у них? Убью второго. Чувак, у них куча резов. Ко мне плывёт кто-то. По мне стреляет. Я чуть не умер. Не хочешь заставиться? Хочу. Но я хочу этого облутать ещё. У него ганна в воду упал, наверное. А, бомж зовут там. Я уплываю просто отсюда. Жадность — это жадность. Я не хочу умирать. Я на ластах уплываю отсюда. Я могу на рыбацкую бухту заплыть. И засейвиться. Нифига себе! У нас тут все резы есть на стройку. Прикинь, как у них сгорело. Вообще, втуда он на тебя. Хотели домик построить. Типа там чисто еле файт затащил, короче. И в итоге от пайпас сдох. И второй из-за этого погиб, потому что я у него ствол забрал. О, сишки. Кстати, это баржу, походу, рейдят. Одна сишка, может быть. Прикинь, она пустая. Да уж, знали бы эти ребята, которые рейдили баржу, что лута там нет от слова совсем. Потому что все, что там было, я утащил. Теперь у нас появились халявные ресурсики, благодаря которым мы могли построить свою первую кибитку. Да и место, где мы построились, нам казалось абсолютно идеальным. Домик плюс. Ну вот наш первый домик. И мы, заметь, ни одного камня не ударили. Ха-ха-ха-ха. Первым делом я решил перенести все ресурсы с нашего шелтера. Потому что я помню прошлый опыт жизни в нем. А потом мы потихоньку начали изучать окрестности этой местности. Тут типы стреляют. Убью я его? Ой, тут два типа. Ой, ребят, ошибка. Пока. Я ошибся. Это шутка была. Ай. Да это ж... Я пошутил, пацаны. Но в конечном итоге убежать от них мне все равно не удалось. Они меня настигли. И тогда я решил прийти к ним в гости с Томиком. Я нашел их дом. Ой-ой-ой, тут камень есть. А поэтому он вышел. Умер. Домашний. Еще один. Дал голову, убил. Поднимаю тебя. Шеревик заберешь. Гревчик, да-да-да-да. Ты этого не слышал? Все, уваливаем. Че тут сидеть? Ну, как будто хорошая идея свалить. Проблема в том, что они наши соседи. О, у нас есть топор. Пойдем. Это что за человек? Работал. О, дерево. Нам срочно нужно было дерево. А за нами продолжали следить соседи. Ой-ой-ой, две головы. Ой-ой-ой-ой. Спайпом бежал к нам. И пока Пончик занимался домом, я отправился посмотреть, что там произошло с баржей. Но ствола здесь нет. И дверь до сих пор открыта. Они, походу, очень сильно расстроились. А, реально, тут двери нет. Так да. Да, так это ни хрена не поимели. Нормальная сишка, слышь, окуп. Ну, они посмотрели, сколько там ящиков через окна. И такой, о, там, наверное, лута. Да, только они опоздали. Только тот, у кого этот был лут, уже оттуда уплыл на ластах. А потом, во время поиска камушков, я узнал, где живет этот крестик, который постоянно прибегал к нам с чиркой. Оказывается, это был тот самый сосед, который пытался меня убить, и потом подружился. А, крест, это ты. О, это ты, Гугл. Крест, это ты. Да, да, да. Будем знать. Нам хватало плохих соседей. Мы с ними подружились и отправились дальше фармить скрабчик. Один умер. Второй умер. Ну, бичики, но... Это NF. А где же их берданки? Что-то, что-то случилось, походу. Да и фармить скраб на свалке было не так-то уж и сложно, потому что сюда забегают все бомжи. Дал троим, он мне голову дал один. Один, возможно, умер. Вижу, стой, чекает тебя. Убил. Может быть, еще есть. Еще посмотрю. Да. Дал, голову убил. Машина, нифига себе. О, что-то у него вроде... как даже есть. Жирок тут всякий. Пошел по комнате жирок. Жирок. Да, да, да. Именно так. А потом мы с Пончиком решили проверить, как работает новый бак. И видно ли игроков под водой. Чувак, это вообще бред. Да, тупо ноги видно как днем. What the fuck? Даже лучше, как будто воды нет вообще. И именно поэтому мы подумали, а почему бы не изучить гарпун, чтобы отправиться в подводные лаборатории. Изучил гарпун. Закупив пару сетиков в рыбацкой деревне, мы отправляемся на подводную охоту. А, тут лодка стоит. Сверху? Ну да, вот. Ой, у меня тип... У меня тип, он походу с рессами. В джагере у него башка джагера. Я его зарубил. Чувак, у него турель! Я... Жесть, я... Ооооо... с полностью набитыми карманами. И теперь нам нужно было это сейвить домой. А в это же время наши любимые соседи придумали план перехвата. И как я и говорил, они попытались угнать нашу лодочку. В какой-то момент они завалились к нам толпой и смогли отжать мой подводный сетик. Но мы то знали где они живут, поэтому перехватить перехватчиков не составляло труда. А, походу он. Эй, пирожочек, куда поплыл? Ой-ой-ой, верну обратно сетики. Красавчик, красавчик, все, он все вернул, погнали. И теперь вместо того, чтобы лутать лаборатории, мы тратим время на наших соседей, которые постоянно к нам приходят. Опять они прибежали. Я в сейв-зоне. Пончика поджали прям на выходе. И теперь мне нужно было его как-то вызвали с нашей крепости. Один к нам под дом идет. Двое. Неудивительно. Крадутся. Один справа под дверью. Двое справа под дверью. Я сейчас лимонку, я сейчас грейжу. Ха-ха, они меня услышали. Вот, они втроем сидят, да, у них какой-то план есть. Но они даже и не представляли, что на каждый их план у меня есть контрмера. У меня были гранаты, а в прошлой жизни меня называли Коби Брайантом. Знаете почему? Потому что я кидал трехочковые. Взорвал двоих. А, все, минусы. За дуркимпить нас у них очередной раз не получается. И в ближайшее время мы больше их не видели. Зато неподалеку от нашего шелтера мы услышали взрывы и решили сходить посмотреть, что там происходит, в надежде что-нибудь ионикнуть. Я отхожу назад. Ой, они рейдят. И самое забавное, что в моменте мы замечаем антирадчика и подумали, что убивать его не стоит, потому что он может нам помочь в перестрелке с кланом. Но мы немножечко ошиблись. Это их тиммейт! Меня убили. Это их тиммейт был, чувак. Их тиммейт был. Это их тиммейт был. И оказалось, что это были те самые ребята, которые нас вынесли мачетами. А так как мы знали, где они живут, мы решили наведаться к ним в гости. Пойду послушаю, что у них под домом. Ой, с калашом тут, тип. Я ушел. За мной пойдет? Да, выбежал, выбежал, выбежал. Убью еще. Второй верстак. У них халп нужен. Крыша, крыша пекает. Бомж в джагерах, в башке. Голый. Выбежал на земле. Двое. Двое, двое, двое. Еще один справа. Убегает. Еще один. Там же, там же, там же. Обходит. Судя по всему, мы с Пончиком разворошили какое-то осиное гнездо. Убив всего двоих, выскочил целый клан. И теперь мы подумали, что чтобы с ними воевать, нам нужен второй верстак. Ведь без хилок там делать нечего. Именно поэтому мы отправляемся во вторую вылазку в лаборатории. Да лабы мы добрались как раз таки в сумерках. И именно в это время вода просвечивалась насквозь. Пончик, смотри в воду. Че? Ты видишь это? Че? Это че за Атлантида нафиг? Там тип, там тип, там, там тип. Клаби плывет, видишь, справа? Вдалеке. Че, будем ждать типов? Лодка, 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 лодка. У нас типы, у нас типы. Под водой, под воду, пошли их фигащить. Гранаты. Граната летит. Он крутится. Он спрыгнул, он спрыгнул. А я не вижу нихера. Я вижу. Он умер, он в жагере был, с МПшкой. Буми. По мне стреляет, кто стреляет? Я не вижу, это не Алятка. А, вижу его. По мне попал. Он сверху, он сверху, он прям в самом верху. Ты живой? Дал, дал ему, дал, да. Дал хит. Убил. Минус, походу. Я его убил. Хорош. Это эсклинер, это халашисты эти, которые нас вначале убивали. И хоть тогда на суше мы с ними не смогли разобраться, зато вода, это была наша стихия. В это же время наши соседи уже намутили себе пушки и стали контрить наши двери. Я убил одного. У меня берда. Спасибо за лут, слабый. Ну и почему-то, когда мы приходили к ним по дом, это им не особо нравилось. Ой-ой-ой-ой, домой, Фочек, домой. Домой, господи. Браво, браво, мужики, в шесть человек смогли забрать. Шесть человек смогли забрать. Спасибо за берданки, спасибо. С одним типом, у которого... Давай реально их просто нафармим нафиг серу и бахнем их. Но, конечно же, эта база нас не отпускала. Нам было интересно проникнуть к ним на территорию и попытаться что-нибудь ее никнуть. Слушай, если ты сюда подойдешь, то я могу туда попасть к ним на территорию с помощью буста. Бегу. А, тут есть турель. Ай, быстрей! Слушай, я не слышу шаги у них в доме. И это было отличное время для нас разузнать, что у них находится на территории. О, ткань. О, дорвался, бля. Смотри. Оп. Опа. Ха-ха. Так, стоп. По тебе там турель снизу где-то стреляла. Ты ж помнишь, да? Справа. Так, я выжил. Так, у них тут магаз. Как думаешь, в магазе что-то есть? О, металл в печках. Мяска есть. Слушай, если копья будут, я выдавлю турель у них. Пока их нет дома, мы сделаем им собственный ремонт фирменный. У них все открыто здесь, чувак. У них одна дверь и все открыто. Тут чего, ФК стоит? И все же я решил проверить, будут ли они двигаться, когда я буду разбивать их турельку. Но этого не произошло. И тогда мы подумали, что это просто идеальное время, чтобы нафармить сочельки. Короче говоря, в ближайшее время контент выглядел примерно так. Мы фармили фармеров, фармили камушки и плавили серку. И на все про все на фулл забитом сервере мы потратили больше трех часов. И за эти три часа могло произойти что угодно. Но тем не менее, мы должны были хотя бы попытаться это сделать. Так, ну мы сейчас будем пролазить. Пончик, давай тоже. Готовься. Тихо. Он дверь открывает или мне кажется? А ты подшурхай, жопая, ключ. Так, у них тут гантрап. И огненная. Блин, у них тут огненная фигня. Еще на нее много патронов надо. У меня еще дерево на копии. Это кто подошел? Кто подошел? Не, 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 не. Убивай, убивай, убили. И вы не поверите, но мы ловим просто самый плохой тайминг. Все это время они не появлялись дома. И как только мы приходим с очелями, у пончика вылетает игра, а меня убивает хозяин дома. Да. И после чего они начинают отстраивать неподалеку еще домики. Понимая, что мы вот-вот к ним придем. Но на сегодня у нас с ребятами были другие планы. Мы отправились отдыхать. Зайдя на следующий день, я увидел такую картину. Меня убил Буми. И это означало только одно, что нас зарейдили. И уже сейчас я настроился, что я буду начинать с нуля. Но Пончик с Илюхой за утро отстроили новенький домик. И судя по всему, они даже умудрились подсейвить какие-то ресурсики со старого. И пока мы занимались укреплением домика, Илюха был на своей любимой работе. Ехал, ехал, не понимал, откуда источник запаха. А теперь понял. Вау. Круто. Полное видео вы можете увидеть в моем телеграме. Но поверьте мне, когда я увидел его впервые, я орал просто в голосину. Да и в целом, я буду рад вас там видеть. Когда Илюха вернулся, под нашим домом началась какая-то суета. И нам нужно было что-то с этим делать. Ой-ой, конфликт, конфликт вооруженный. Стычка, стычка. Тут Чаус Бердей пришел. Убил кого-то. А кто это вообще такие? Я не знаю, кто это. Они проснулись. Нам же в доме к***а. Ребята, которые нас оффлайнили, отстроили себе здесь мини-деревушку. И судя по всему, угрозы как раз таки были от них. И мы должны были к этому знатно подготовиться. Поэтому первым делом, как только я зашел, я накрафтил гаражки, которые расставил по всему дому. В это же время, ближайший наш сосед с их альянсой расставлял нам шкафчики. И тогда мы подумали, а почему бы нам не сделать то же самое? Рутопол. Он меня ночью просто так донимал. Рутопол, подожди, так вот где он живет. Да, 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 да. Мы вчера с ним вместились. Сейчас мы будем ему ремонт делать. И так как он был в онлайне, мы решили ему сделать максимальную боль. Засмочили его полностью домик и начали расставлять шкафчики. Он должен был слышать, чем мы тут занимаемся. Сейчас мы ему несколько шкафов поставим. Вот, смотри, он хочет, чтобы тут шкаф стоял у него. А после чего, забравшись к нему на крышу, мы сделали то, от чего у него просто сгорит пукан. Вырубили все его атмосферные деревья. Илюха, тут водосборники в этом. Это ломать, выламывать, все, сжигать. О, слышь, а вот это не ломается дерьмо. Пошло дело. Сейчас придет, слышь, говорю про деревья теперь. Взлезь, зачем бочки вырубили. Он первый развязал это противостояние. И именно поэтому мы сделали ему собственный ремонтик. Ну а после чего, мы отправились лутать лаборатории. Ведь чтобы изучиться, нам нужно было много скраба. Взорвал двоих. Третьего убил. О, у меня все компачи. Пока. Спасибо за лут, фармилы. Чтоб вы понимали, за целых два дня выживания я впервые смог забраться в подводную лабораторию, потому что здесь постоянно сидели кланы. Зато как же было приятно вытащить все компонентики. Вот так за несколько гранат и одну-двушку я забиваю полностью свои кармашки. И именно сейчас, проплывая мимо этого острова, я подумал, почему бы здесь не построить небольшую кибитку. Поэтому, как только я добрался до дома и скинул все компоненты, я взял с собой ресурсики на строительство и отправился прямиком туда. Тогда я еще не представлял, насколько сильно закрутится наш сюжет в будущем. И просто строил здесь небольшой домик. И все шло у нас по плану. Пока я не взял с собой гранаты и не отправился в сторону лабы. Польщик, Илюха, Илюха, иди ко мне. Я двоих убил, я двоих убил, я двоих убил с гранат. Я убиваю двух филгиров и убегаю домой. И слышу, как там начинается жесткий замес, на который мы должны были просто вливаться. Дал хит. Он мне дал два хита ему, он с болта работает. Он бегает дальше вдоль, понизу. Два хита дал. Дал хит. Дал еще хит. Один умер. Польмой СМГ. Шри-Ланка. Убью еще. Калашист. Сзади. Сверху, сверху, нажали. Жив, жив. Да, да, да. Вижу его. Слева, слева, слева. Слева, снизу еще. Меня убили, чувак. СМГ нашел? Убил его. Второго убил. У него Элка. А где мой калаш? Ай, меня убивают. По мне попали с болта. Ухожу. Ушел. Хорош. Надо мной пончить. Вот прямо надо мной его. Казмат вижу. Их тут очень много. Их тут... Ай, по мне попали. Как он видит через кусты, я не понимаю. И прям практически перед их лицом я заскакиваю в наш домик. Скорее всего, это была большая ошибка. Но другого выхода у меня попросту не было. Деревенские жители сразу же приехали к нам на машине. И было понятно, что они чекают нашу базу. А вот и тот самый Буми. После чего я отошел за кофе, а когда вернулся, наш дом полностью оккупировали. И теперь нам нужно было как-то от них отбиваться. Нахитовал двоих сил. На крыше один сидит аккуратно, с двушкой. Убил. Как только мы отбиваемся, я начинаю отстраивать отстрелку. А они этим же временем готовились ко второй волне. И уже взяли с собой побольше людей. Нормально попадаю, кстати. Двое. Один умер. Хорош. Есть хилки? Сейчас, держай. Дай, дай, дай. Назад. Вот. Открывать? Подожди. Вот смотри, справа он сейчас будет латать пытаться. Еще убил. Еще убил. Он в джагере, чувак. Я подрасчитал практически все, но то, что он будет в джагере, я не ожидал. И именно этот момент является переломным. Спустя мгновение они начинают нас рейдить. Ракеты у них быстро кончились, но они смогли пробиться на второй этаж. И у них остались только сочельки. А у нас был план, как им устроить самый веселый рейд. Учу-чу-чу-чу. Учу-чу-чу-чу-чу-чу. вы просто не представляете насколько сильно у них на это горело в итоге так мы просидели примерно 20 минут и на этот раз они пришли с ракетами что я застраиваю бункер нам как можно быстрее и вот они практически в нашей лутовой но на это у нас была контрмера hello Оно? О боже, где есть твоя п sirve? Демас Но у меня еще есть легендарь мой просто легенда просто о май гад good rate guys so good maybe raid more go more boom-boom но даже это их не остановило они накрафтили на наш домик еще ракеты есть граната быстрее граната быстрее граната быстрее граната быстрее граната быстрее же одна граната держи граната граната вот-вот-вот-вот лежит вот-вот-вот я не могу все-таки я не могу стенку перевернуть почти это почти таким образом мы лишились нашего второго домика но мы не отчаивались ведь у нас все еще оставалось кибитка на острове который находился возле лабы и взяв с собой последний подводный сетик я отправляюсь прямиком туда но тут как обычно все пошло не по плану так одному дал башку да чё вам надо отменять чего вы напали на меня толпой и с болью в сердце я понимаю то что я расстался со своим последним шансом или нет я без вас плыву на я тут без вас плаваю вы меня напали я просто лабу пришел лутать чё за подводные курсики здесь и это именно то о чем я вам говорил именно в таком количестве постоянно в лабе сидели игроки но на этот раз мне повезло что встретил дружелюбных ребят так первое ребят ребят первое правило океана знаете какое никому не рассказывайте что было в океане после рейда нашей крепости мои друзья немножечко расстроились и вышли и я остался совершенно один в надежде что в ближайшее время смогу все кампэкнуть пока я безопасно перерабатывал все компоненты я замечаю как с этого островка идет на другой остров клановый игрок у сбором фармить идет и проследив за его маршрутом я замечаю слабое место я правильно понимаю что когда-то этот тип захочет вернуться обратно возможно с ресурсами ну ладненько ладненько мы подождем его и план у меня был таков взять собой ласты и подводный костюм и меч и когда он будет плыть обратно а плыть ему придется сто процентов я его перехвачу и зафигачу в воде а проплыть ему надо будет немного были бы у меня лестницы но все внезапно меняется когда я вижу как они бегут в мою сторону с ракетницами такого меня жизнь не готовила почему не рейдить пошли по такому таймингу походу их тиммейта убили что ли понимаю что в любом случае они будут возвращаться я решил немножечко укоротить их мостик чтобы у меня было больше шансов поймать когда они будут идти обратно вы наверное даже и представить себе не можете как же долго я тут стоял с биноклем и мечом но это было не бесполезно потраченное время я получал совершенно разную информацию папа вот это уже мой клиент с калашиком я водяной я водяной никто не ходится со мной я водяной я водяной никто не водится со мной и обычный игрок скорее всего просто бы отсюда ушел под сейвив этот калашик но я не нормальный игрок я отморозок и я решил принять этот клан когда они будут идти обратно в принципе тут огромный шанс их перехватить если они обратно пойдут идут страшно я понимаю что шансов у меня немного но я подпускаю их ближе чтобы они были у меня в линию и начинаю действовать я был один и я не знал что мне делать но одно я знал точно что они скоро вернутся с базы мне нужно было как-то все лутать в спешке я лутая их сумку и забываю о том что она надевается за место баллона и пытаясь отсюда уплыть и это была моя фатальная ошибка возможно если бы у меня были тиммейты мы бы спокойно их смогли полностью облутать но тут случилось то что случилось а после этого момента они и вовсе вычисляют мою кибитку и просто ее взрывают забавно они нас застроили живак витриной просто витрину нам поставили теперь я надеюсь вы понимаете почему этот видос называется остров боли за два дня игры на зарейдили уже четыре раза с нуля на сервере с нуля очередной десятитысячный раз так это где третье пришествие вот это да то есть мы не бомжи я чью-то хибару заселю слушай может пароль от дома поменять может у нас пароли невезучие я думаю не в этом дело думаешь дело в неправильной тактике и стратегии не может быть у нас неправильной стратегии если прирожденный стратег так как основные предметы мы уже умели крафтить все что нам нужно было сделать это поставить первый верстак цветы в азии говно в унитазе в окрошке квас а я среди вас теперь мы могли крафтить арбалеты и блочные луки что ускоряло наше выживание конечно тут дом интересно стоит 20 по чувак дома у дома у мог нее только камень 7 хп подожди так это гнилушка гнилушечка гнилушечка родимая гнилушечка слышно ныл но как только я начал долбить стенку я услышал что неподалеку от меня кто-то разговаривает и решил туда сходить один минус второй минус как вы сберли фанк работаем по кирпичикам разбираем домик так ну следующая стенка понятно где вот это наверное слушай как будто я не хочу камнями долбить поэтому мы скрафтили копья мы же не могли пропустить самый увлекательный контент не так ли да да о мясо уже есть по мясу ай так до вечера глядишь и до топоров камень но теперь мы сто процентов были уверены что это последняя стенка блин я надеялся что мы сейчас разбиваем там стенку дает а там лежит хотя бы я не знаю ну трусы какие-нибудь порванные хотя бы лежат оооо тут ящики ооо тут помп есть красная карта чувак заноси домой надо шкаф разбить меня огненные стрелы там я приносил и самое забавное что остальные стены сгнили тогда когда мы пробились к шкафчику да везение дима ой 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 хорошо слушай смотри сейчас тут ящик металла будет и скрапа 10 разорных патронов ледоруб смотри 500 скрапа чувак нафиг инструменты вот это вот это она вот это пошло это пошло ты чувствуешь теперь у нас появился второй верстак все что нам оставалось сделать это пофармить немного камушка чтобы мы наконец-то могли заселиться на остров для вас это все выглядело буквально пару минут а мы на это потратили несколько часов ах да строится мы планировали на втором острове на котором клановые игроки постоянно фармили кстати они как будто афк нет такого чувства хочешь проверить надо построиться так чтобы они не захотели первым делом нас вынести убил бомжа какого-то местечко мы выбрали прям около воды здесь была идеальная площадка где мы могли возвести огромную крепость тут хотя бы руф кемперов пока нет и тогда мы с пончиком даже и не представляли какие трудности нас здесь будут ожидать но очень скоро мы встретимся с первыми аборигенами это наш походу клиенты да они походу средствами слышишь надо хотя бы одному убивать час сел один вот прыгает по лодку одного убил у того ты попал него нет нет он за скалу ушел я гранаты ему буду кидать слева на скале справа пикает слева пикает дал холлу хит ему убил походу убил по моему поверочные с чаем на фарм ходили я думал это наши лабные типы слушай а тут не гниет металл и ресы есть а шкаф закрыт второй верстак стоит ган трапы двушка джаггер сет есть и только мы начинаем складывать ресурсики в сумку как вдруг на нас нападают у нас типы тут с ганами с ганами голые стой один прыгает или это ты слива я справа смотрю меня нохнули справа они голые уилл меня убили чувак только заселились на остров и уже первые трудности очевидно эти ребята тоже здесь обитали оставалось только найти где так вижу типа сумка идет убил со спальниками благодаря ним у нас появился топовый чай на фарм и теперь мы могли зафармить все камушки на этом острове чего вижу фармит и кабанчика убил пашка я для тебя и с каждой новой минутой мы встречали все больше аборигенов с этого острова некоторые из них были даже и в общем-то дружелюбными что тут делаешь какой муравей слева тип строят из бирданки ладно стой 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 мы готовы с вами дружить на этом острове только при одном условии что вас много играть не ливнули я не хочу играть нет я один остался ушли от меня мой вот друг и я остались короче наши ушли и так как на этом острове хватало противников мы принимаем самое верное решение и договариваемся с ближайшими соседями и не успели мы пофармить как вдруг замечаем что возле нас выплывает карга а это был неплохой способ поднять немного компоненте ков но по пути туда мы замечаем поистине странную вещь смотри они приплыли к нам на лодке это новый дом это новый дом плыви плыви это топ gear топ gear топ gear плыви 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 и там уже есть на карга не нет на карга есть на карга есть если если направо направо каким-то образом на этом карга уже сидели калашисты но нас сейчас интересовало другое а именно это новенькая маленькая киби . откуда вы бежали два топ сета сейчас типы на лодке туда поплывут да или уже поплыли еще пока нет но я думаю что да а если они поплывут это означает что мы можем у них там железная дверь на садятся в лодку чувак слышишь печки 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 быстро печки быстро печки быстро печки быстро печки стоят печки в доме стоят печки если вкратце то в планах у нас было как можно скорее накрафтится чели чтобы бахнуть эту хатку но так как это был остров проклятых у нас частенько шло что-то не по плану типы там приплыли нет да 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 пока у нас плавилось серо они вернулись домой и теперь нам нужно было придумывать что-то другое я вспомнил что я умею крафтить гранатки аквалангист какой-то смотри тихо нет один с пуликом идет один вообще без брони справа справа смотри 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 так вот он крутит куда смотрится да да он с берега смотрит смотрит в этот он за шкафом шкирится крутится туда-сюда бежит ко мне один убил пулик забирай еще один бежит на мне я чего не на мне на мне он голову фугу хорош сейчас приду с дома аккуратно лево смотри сразу мы берем двушки отправляемся под их кибитку и замечаем в чатике что их забанила сани их сгод забанила чувак да да это наши это наши клиенты которые рядом живут мы крафтим сачели среди за этим домом короче рядом сиди посмотри в лодке может у них что-то было но проблема в том что об этой кибитке знали не только мы а ближайшие наши соседи которые постоянно заваливались к нам толпой и как только они убивают меня они начинают ее взрывать охереть их там бежит теперь мы знали где они живут и сейчас они совершили самую большую ошибку забрали нашу добычу скрафте в двушку я отправляюсь вслед за ними и хоть они были к этому готовы я был очень зол чувак а уму тихо про их убил Заспавнился, бомж бежит вон снизу Я к дому пошел Все, я сейчас настроен как никогда убивать их Все, готов выбивать миллиард пушек? Как бы тяжело нам не давалась игра на этом острове Наш боевой дух было не сломить И теперь мы идем делать то, что у нас получается лучше всего Доставать наших соседей Еще минус один Еще минус один Еще минус Знать бы где вообще все их дома Справа как будто тоже их дом Мы начинаем бегать по этому острову и изучать окрестности Этих ребят было очень много И мы должны были готовы встречать их со всех сторон Ну тут шагов я не слышу Но я думаю, если мы его там убиваем, то смысла к нему туда прыгать нет На крыше Сейчас я его убью Убил Лестница, 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 быстро Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу С пуликом, чел Уже лутает Уже залутал Сейчас у тебя может выйти с крыши Может Убил Полностью Топнул кто-то еще в доме ботинки Я его убил Плюс калаш Сейчас надо как-то выйти Надо похилиться Сейчас закроет Я пробежал Факт, нуọ Хи-хи-хи-хи-хи-хи Хи-хи-хи-хи-хи-хи Изи калаш еще плюс томсон у них там открыто что-то за контришь я пробежал у них внутри тут куча гаражик убил я у них плавильник какой-то у меня патрона лозы пистолет есть есть подожди ну то я горошки ты тут да 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 пулик забрал 66 патрон металл забрал я же все чувак патроном 0 и 1 иди сюда иди сюда и сама на иди сюда чтобы не потерять все что было выбито таким трудом я скидываю это пончику а сам остаюсь здесь сражаться до последнего они крепко доставали нас на этом острове теперь настала наша очередь я к ним запрыгиваю внутрь пусть закрывает меня я знаю где у них шкаф стоит по ходу стой 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 а он жив чувак тут куча лесов куча металла слышишь гантрап поставили еще один разрядил по фуллу металл который я у них тоже забрал я передал пончику и он снова побежал сэйвить они этим же временем продумывали план как меня отсюда выкурить он но у а юбаный бро мая уа сракет одного убил второго убил меня убили меня гантрап убил а как откуда меня гантрап убил я не понял и вот признайтесь вы же тоже его не заметили и только во время монтажа я увидел то что он стоит возле гаражки ну ладно мы как будто с них нормально до вытащили все может не возвращаться не закрыли все но я знаю как у них дом устроен это есть большой плюс правильно но теперь я думаю что наш дом надо улучшить на нашего дома сейчас не будет именно с такими мыслями мы отправляемся на фарм дерева мы понимали что в ближайшем будущем они придут к нам сишечками нам нужно было ставить буферки что выход на крышу будем делать за считанные мгновения наш домик увеличился в размерах и теперь мы были в относительной безопасности но самое главное что мы смогли поднять свою мораль ведь все эти три дня шли крайне тяжело и в некоторых моментах у нас даже опускались руки ну вы ж на знаете мы никогда не сдаемся металла у них вообще нормально вытащили тебе не кажется да только его без поплавить да мы будем плавить его с кайфом ты мой сладенький фармишь камушки теперь настало наше время доминировать на этом острове ведь мы были на плюс морали они судя по всему на минус они еще все печечки нам открыли чтобы я весь металльчик оттуда забрал ты представляешь на какой красавчик вообще да там у них тиммейт наверно да я не открываю тут сидит да я в джагере да я сдал что я его убью да нет я тебе говорю не надо это были последний на сметан я ему сольми всю ночь о стеночка работает на право на право на крыше что ли на я хорош хочу где а прикольно жив он бежит еще 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 а вот и их трое смотри никогда бы потерял потерял двушечку вот он давай домой после такой наглости они начали бегать с двушками к нам под дом но это ничего им не давало у тебя есть последний шанс просто своими дружками сдаться и все и все будет нормально сдаться и все в сервисы нам отдать свои ну вот что ты хочешь от меня ли вот что ты хочешь давай меня добей 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 сдавайся сдавайся и приноси всю свою серу нафиг из дома тогда мы вас пощадим серу принеси да давай приносим к твоему принести на руках хочешь слушай мне кажется мы нашли тех кого мы так долго искали вот эти пятюки мой двушечка садил иди сюда иди сюда я весь металл у вас заберу вы будете крафтить двушки бесконечно в этом лайке но помимо них в сети появились ближайшие наши соседи и они явно были настроены не очень дружелюбно открыл дверь рабочий крепкий слушай дал ему жбаном не сдох соларкой рэм шиноа какой-то но они сейчас нас интересовали меньше всего нам нужно было нафармить побольше камня чтобы наконец-то завершить отстрелочную но в один момент я замечаю подозрительную активность возле домика на горе этого острова и понимаю что там может быть что-нибудь интересненькое тут что-то разбивал одно хп побежит вон бежит уже бежит переплывает возле фермы сейчас выплывет а вот смотри хазмат вдалеке бежит обходит справа правой вижу пусть 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 идет мы пока делаем вид что мы что-то рейдинг а ну понял что выходим налево на пресс да 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 он нас увидел он идет направо дальше в стенках он сейчас уже в стенках в левых был у меня убил я ему дал много чтобы понимали этот парень убивает даже пончика но сегодня раз был на нашей стороне я спавнюсь на спальнике который находился прямиком возле этого замеса и нахожу томик который выпал из моих рук я его убил ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха он бежал сейвить уже слышишь у него берда вообще на один выстрел теперь нам стало интересно что скрывает этот подгнивающий домик ведь там постоянно бегают наши соседи и так как один раз они забрали нашу добычу мы решили на этот раз забрать добычу их сосед все понял наконец-то мы крафтим свои первые сочельки и как только мы выбегаем из дома мы слышим звуки сишек там гаражку бахнули они уже и взорвали нормально наши соседи как будто бы читали наши действия но мы отпускать эту гнилуху не собирались один номер вот наверху у них где рейдит смоки кинули где в смоке убил с духой тут гаражка они поставили в дыму в дыму в дыму слева 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 ай по мне по мне по мне по мне больно у меня убили я ему дал три хита убил его он закрылся мне кажется он гаражку поставил закрылся внутри убил походу убил еще убил убил нет не убил что убил ты жив все нормально топ-сайт могу скинуть или мы не знали пробились ли они к луту поэтому решили накинуть сочельки на последнюю гаражку меня убивают меня убили спальник есть рядом нету убежать там куча ящиков застроил тут сверху дырка застроил тут есть порох тут есть леса а ух ты надо оттуда как-то ведь ой так ну слушай тут неплохо было проблем дыши не щас придут толпой их пять начнут души киро идить вот металла нее чтоб застроиться прикинь вообще ноль и чтобы не оказаться в тупике я мне нужно было действовать там еще есть убил я как будто не облутали вот угля куча куча угля и пока у нас появилось время пончик фарману немного дерева и мы смогли себе сделать второй выход на этот раз как я уже и говорил мы перехватили их добычу о пяточки томпсон и уже аккуратно может залезть о так тут еще и бюрданки кравчины и на улице вы нифига компачи есть смотри самое главное что у нас хотя бы компачи теперь есть офигеть да важно их только не просрать во тьме ночной мы собираем все основные ресурсики и переносим их в основной дом но то что случится дальше кроме как совпадением никак не назвать баржа едет и возможно в нашу сторону чувак можно не надо нам баржа едет это были клановые игроки соседнего острова которые постоянно рейдили здесь домики нам оставалось только молиться чтобы эта баржа приплыла непрямиком к нам да ну нахер не мимо мимо но я думаю они уже кое-что подметили один в воду спрыгнул остановились прыгают воду в нашу сторону чувак на наш остров трое или четверо или пятеро беда беда уже в этот момент со словами собачки мы уходим мы собираем все основные ресурсики и готовимся отсюда петлять на старт внимания маршер звали живак на пляж нужно не надо это наша кредит это фирме пойдем посмотрим слушай но я думаю нам сейчас не надо булки расслаблять мы следующие слышишь я я не знаю мне кажется почему мог лучше бы вывести отсюда я ща быстро взял еще не реально рейдят и будем отсюда вывозить час лук это минус ферма чувак чувак вы их посадили на тильта эти пришли вынес и что какого хрена так но я думаю я думаю ты знаешь что делать собираем собираем шмоточки следующий домик наш не знаете если бы они пришли нас рейдить пешком то мы бы попытались от дефаться но так как они приплыли на барже шансов отбиться у нас просто не было на этот раз мы решили поступить по уму и спрятать все в домике который у нас стоял первоначально на соседнем острове и пока мы делали этот гениальный мув клан уже пробился к шкафчику и застроился но не попытаться их перехватить я не мог одного убил чувак а я не знаю я ему дал две головы и хит как он не умер я беру с собой двушку и гранаты и плыву к их барже двое трое трое или двое я думаю трое чувак ну два раза ему в голову даю это какой-то читер нафиг этот один тип честно говоря мне казалось что они заколдованы в них постоянно не рега урон но грех расстраиваться из-за одной берданки и двушки мы были очень рады что они выполнили всю работу за нас и выселили наших ближайших соседей да им там все вскрыли как же нам повезло как же типа мне повезло только сели на тильд и все и тупо минус х то сразу же на штиль сели еще небось думаешь это мы с кланщиком добазарили себя чтобы не но меня интересовало одно забрали ли эти клановые игроки все с этих ящиков потому что через окно я видел стэшики и мне было интересно что мы там можем обнаружить плюс ко всему я заметил то что у проема где стоит витрина всего лишь 70 хп и тут в моей голове появился гениальный плен у нас же оставалось пару сачелей которые мы можем сюда пустить пупи пупа па бэнг бэнг бара бэнг 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 если сейчас пойдет как надо то возможно я бахну у них проем и мы пойдем к шкафу о а я попал тут какой-то лук просто подеспавнили все так ну тут что-то осталось слушай тусетики есть смотри тут что-то есть пешечка есть смотри сколько тут печек чувак это нам надо такое знакомое чувство как будто я уже тут был второй верстак еще есть посмотри стой они застроили сверху да они застроили их вот почему они не могли домой попасть и тут неожиданно для всех у пончика появляется гениальнейшая идея знаешь не можно лут хранить в заряженном доме на в доме который они уже зарейдили и они тупо его хрен зарядят можно еще оставить видимо что он якобы зарейжен шкаф только перенести вот тут дверь открыть чтобы было открыто понял а шкаф куда-то закрыть до заныкать вот сюда куда не смотри мне кажется страшно представить сколько он хавает в целом идея была настолько хороша что этим мы сразу и решили воспользоваться но для начала мы заглянули на маяк где переработали все свои компоненте ки но я думаю мы сегодня изучимся по фулу а завтра реально можно будет суету наводить дома у них не вообще не сильный типа у них по-любому лут где-то под отстрелкой лут рум open core не ну вообще можно как бы денек потратить попробовать и знаете чем раз отличается от других игр тем что помимо тебя другие игроки тоже придумывают свои истории и делают ровно то же самое что и мы но с другими противниками в общем жизнь здесь идет сама по себе цари топором топором пошел работать пошел работать сзади справа лодка сюда у гира стираем у меня одна обойма только голову да без патронов 2 убил 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 минус за ними осенний игра синяя карта красная карта надо будет сюда вернуться погнали и сейчас я вам расскажу какой самый приятный бонус был в этом доме здесь были автоматизированные печи только их наверно запустить дай чтоб они работали так у нас тут автоматизировано все погнали дерево пофармим побольше чтоб она бесконечно плавила весь металл сюда еще перенесем все на плавим сколько у них тут чая был о привет это вас зарейдили да 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 блин сочувствую вам как так вышло а вы чего вы с какого района у вас тут ферма это не он это не тут он а ты не тут жил не на зарейдили вот эту ферму все я дамы и тут жили и там жили и на том острове жили потом вот а какой можешь сказать ник тиммейта моего ну да твоего там а вадо дэнсэй там или так далее есть такой да а есть это блин ну мы вообще как бы знаешь мы могли бы с вами сотрудничать мы сегодня с вами целый день стрелялись вообще максимально бессмысленно проводили время и потом пришли вас бахнули это вы бахнули что не не мы бахнули вас бахнули и типы на острове аа-3 видишь магазины да вот на том острове да 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 мы знаем вот они бахнули я не знаю второй раз уж баху третий так вы сегодня целый день с двушками к нам ходили понимаешь типа вообще максимально бессмысленно свое время тратили прошлого владельца этой фермы нам удалось убедить и он отдал нам дверки которые вели нас в нпз ведь по его рассказу они больше не собирались возвращаться на этот остров и в целом они нашли другое укромное местечко но мы действовали по нашему плану вначале нам нужно было дерево все будем электропечи делать тогда пошло дело ну ка ящичек ящичек заполняется ресурсиками о капает теперь у нас была фабрика бесконечных ресурсов но чтобы они бесконечно плавились нужно было их бесконечно фармить и как только у нас появились сачельки мы решили пробахать ближайший к нам домик но мы очередной раз ловим плохой тайминг и именно в этот момент когда взрывается несколько сачелей приплывает их баржа 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 а это они чувак у нас проблемы у нас проблемы поджигай поджигай сачели у меня справа крутят минус один троих убил нормально турель работает меч не убили а их тут много их тут очень много слышь я пока я не даю им полутаться убиваешь а камень дерева скинул лестницу вот камень дерева стой не выходи зерк лузер зерк лузер буми ю салки лоу скилл жаль что эту кибитку они дорейдили до нас как бы я не пытался ее отбить ничего у меня сделать не получилось я подумал что с другой стороны я мог бы к ним заплыть и попытаться их взорвать гранатами но я снова уловлю плохой тайминг и они просто уплывают перед моим лицом и уже сейчас я решил для себя что когда-нибудь я потоплю их баржу но пока они спокойненько поплыли в зиму фармить мы подумали а почему бы нам не поразбивать их турельки гранатами а вот если наверх подняться то мы можем что-нибудь под насрать им где-нибудь там а нам не хватит чтобы подняться одной лестнице так у них тут много турелей но я не вижу чтоб что-то открыто было ой минус но она минус а или отойди я сам запрыгну идеально так нам мешает какая турель правая или левая я его даже не вот так мы можем левую разбить гранатами а правую выдолбить есть еще гранаты до 5 штук есть 5 у меня 4 мне кажется это идеально чувак запрыгивай ко мне я забайтил я все разбиваю просто и все не бойся прыгай прям и руби и и нафиг руби и за все мои просто испорченные годы скотина на сюда питончики на крыше никакой лазейки мы у них не обнаружили зато увидели куда подключается их турельки и теперь мы могли отрубить их электричество смотри аккумулятор нашел чувак мы можем выру вырубить аккумулятор стреляй в него они щупки а за сплитер ли аккумулятор сплитер сплитер минус снизу турели оффнулись а теперь мы могли им заруинить не только крышу но и все снизу ну по крайней мере мы так думали пока не увидели что второй слой турелей у них еще работает тут ягод много жри все жри все я не смогу слышу меня кнопка сломается на эффект ломай сколько у тебя патронов чуваке у них кроватях тут ящик закрытый ломай разбивая ящик закрытый тут будут этики пустой ящик сада блин разбиваю следующий я могу не кровати тут порезать чё реально пусто что ли я все таки верил что здесь можно будет что-нибудь и онкнуть поэтому побежал дальше но меня сбривает турель тут двери открыты снизу пробежать через нее было практически нереально и тогда мы придумали другой план задавить ее толпой ведь пока бы она стреляла в 1 я мог бы пробежать дальше и сейчас присаживайтесь поудобнее то что вас ждет дальше легендарная дичь смотри так я жив я похили сейчас полностью не прыгайте сюда я понял какая турель меня стреляла я проскочил тут все открыто мужики серьезно подожди 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 смотри аккуратно внутри могут гантра сломал чуваки тут все открыто тут куча ган тропов внизу надо проскакивать и рука давай давай пробуй 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 сейчас и спальником еще пойдем еще тебе надо вниз тут проскакивать дальше кучей в очень надо все выпить папа я не знал как двигаться в этом доме ведь здесь стояло огромное количество ган тропов и вы не представляете как же мне было страшно у них ган троп пустой я сверху в ящиках куча металла охренеть ракеты главное ракеты и все мвк там натураль будет взрывать может и лестницу найду какую-то пушки двушки не это это даже забирать смысл нет как думаешь ган тропа у них все пустые или лучшее пока ночь потестить буры динзопилы о полутру упал динзопилы о полутру третий верстак чувак у них ни одной турели нет внутри чувак кто за меня бегает я я я я я я я проскочил топ ракета есть я тут еще ракета порох есть сера есть я двигаюсь максимально сайвовы и стараюсь залутать только то что нам будет нужно плюс ко всему ко мне уже забрался пончик и мы можем унести в два раза больше но сейчас происходит то к чему мы не были готовы они возвращаются да нет смысла нам просто надо уйти бурту буржа 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 как отсюда уйти ай снизу снизу турель хилок у меня уже не было но мне срочно нужно было отсюда выбираться и мне приходится рисковать и вот я уже вне зоне видимости их турелей пробегая по их дому выпрыгиваю через забор и ломаю ноги я упал илюх поднимай илюха подними на улице сы change шла не служит я не старожу калаши 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 меня убивают ему убивают у меня сейчас убьют меня сейчас убьют меня меня убили я был полностью подавлен мы практически провернули самый легендарный момент в истории роста отчего у меня просто полыхает и я разбиваю свой монитор но что осталось от него вы можете увидеть в моем телеграме но наши противники не знали что это было всего лишь первая вылазка поэтому я прибегал к ним и байтил их говоря о том что я вытащил отсюда много ресурсов из и balls my balls вайса из и пристав фрам юрбейс пристав фрам юрбейс пристав фрам юрбейс они там что-то застраивают мне кажется на этот раз они турели захотят внутри поставить эй голод а так как клан с островка рейдил дом в котором мы живем они поставили здесь свои двери и я подумал а почему бы не попытаться угадать их пароли на все про все я потратил около пяти часов и ввел тысячу популярных комбинаций к сожалению ни одна из них не подошла зато у нас появилась прекрасная стеночка на которой висели мои головы сколько же жира с меня собрал илья вы даже не представляете а в это же время островок полностью застраивался турельками и забором удивительно что эти ребята думали что это им поможет избавиться от нас ах да а пока я гадал пароли пончик выбил ракеты с типов которые пытались зарейдить наших соседей убил хуем джаггере был он был фулсете потом одел джаггер он с ракетами строчка ракет заберите меня на отсюда течи сансы не парьтесь строчка ракет и сижда 2 сижки чтобы у них больше не было доступа мы взрываем дверку и застраиваем ее полностью я думаю они уже догадывались где мы живем поэтому в этом огромном кубике мы решили спрятать шкаф в другом месте который бы они точно не нашли мы застроили все что только было можно и обставили весь дом дверьми мы должны были быть уверены в том что нас никто ночью не пробахает день был слишком тяжелым нам нужно было пойти отдохнуть все я тут лягу спать пусть думают что у нас тут что-то есть как только зашел на сервер первым делом я заспавнился на островке чтобы посмотреть как там у них дела и заодно проработать план как мы будем их рейдить а ты понял у них у них мультик короче вместе с башней потом свалится если его снести а ну и все значит фокус по шкафам будем делать но тут надо понять где у них шкаф стоит для начала шкаф стоит я нашел где сколько до шкафа 4 сижки но мы подумали что сижки изучать будет слишком долго поэтому достаем ракеты но прежде чем идти взрывать шкаф нам нужно было избавиться от турелей которые нам мешают пройти забор сожжем вот сзади прямо за шкафом смотри раз два три четыре четыре стенки четвертую надо сжигать от этой кпп сейчас была важна каждая секунда пока они сладко спали мы должны были успеть прорейдить хотя бы один шкаф я боюсь то что может не хватить может все таки один один сжигай вот сюда кидай кто это слева и вот я их не тебе поднялся пожалуйста послушай меня хоть ты русский да может поднять пожалуйста прошу тебя спасибо ты хочешь мы доверились ему на слово подняли и отдали ему подводный костюм и продолжили заниматься своими делами и пока мы пытались взорвать их турельки этот парень вернулся со своим другом и попытался нас убить кто гранату кинул у нас гранаты кидают меня убили вот тебе и пощадили бомжа на этот раз мы забрали у них все турель не взрывалась когда я просто кидал гранаты под нее и тогда нам пришлось выкручиваться и придумывать новый метод слушай по моему идеально 3 очковые пошли вам минус после первой турели мы уничтожили сразу вторую и теперь мы могли спокойно попадать на их остров зная что ни одна турель нас не достанет мы сможем спокойно тут бегать смотри да мы тут можем спокойно бегать и вот сейчас мы уже могли приступать грязным делишкам так что мы делаем мы берем с собой металл сколько на металла надо взяв с собой все ресурсы для строительства а шкафчик мы им планировали поставить очень крепким мы отправляемся в первую вылазку я просто вот так бакры и все не подходи шкаф минус в мвк шкаф сюда ой он много хавая слышь и казалось бы мы забрали всего лишь ненужный шкаф но теперь мы могли пристраиваться к ним в упор ха ха это натуре можно делать грязь на территории у них оказалось слишком много турелей которые нам не давали пройти и тогда мы подумали что нам нужны скоростные ракеты а заодно у нас в планах было построить здесь небольшую вышечку с которой мы могли бы хотя бы дефаться ну как будто нам этого хватает турели какие то выключены у них у них новые турели видишь появились вот боковые турели просто взорвать и все на крыше мы подготовились окончательно ведь знали что они вот-вот зайдут в онлайн потому что все эти четыре дня каждый из них наиграл по 17 часов в сутки и вот мы наконец-то приступаем к уничтожению их турелей ой здравствуйте турелька слышь а нам бахать не надо непонятно мы можем окна снять и что самое забавное этот шкаф нам дал доступ к одному из магазинов где у них была куча ресурсов так 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 хорошо оооо ооо хорошо хорошо чай на дерево чай на фару хорошо мы наводим здесь такую суету что хозяин дома просыпается от выстрелов и взрывов но уходить нам еще отсюда было очень рано ты прыгаешь да тихо чувак тут кто-то бегает по металлу чего открывает двери смотри проснулся а это билдата наша от гантрапа сдох а подожди его чё наша сторона гантрапов убивают да 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 у него были колоссальные проблемки ведь с нашей стороны он теперь не мог даже подняться на крышу потому что его же убивали гантрапы в его собственном доме он с чем-то шел ооо чувак вы лутывай и убегай в отстрелке по-моему которые уже заходят в онлайн и первым делом они бы очевидно захотели зарейдить нашу мини кибитку поэтому отсюда все ресурсы мы решили вынести на наш остров прикинь какой угар его наши же гантрапы убивают с одной стороны точнее его же гантрапы его убивают в его же доме а мы бахнули только один шкаф слушай на самом деле дядь мы столько серый вынесли что мне кажется что мы еще и окупились ну сколько у нас там серы 11000 серы и у меня еще две и ткани чувак просто лям и чаи короче говоря наша жизнь налаживается скажем так это была только первая маленькая победа над их островком но это было только начало но теперь нам нужно было подфармить как можно больше серки так как у нас ее на острове было не так много нам пришлось отправиться в зиму и в этот момент пока я фармил ресурсики на нашем острове построились новые игроки нас скоро рейдить придут мы можем зеленку вам кинуть чтоб понимать если чё где враги у нас хату чекают ходят а нам нечем даже отстреливаться дружить ну мы подгоним не мы чтоб вас не убивали если чё будете просто бегать там голыми да лутать подождите пару минут я со своими поговорю хорошо давай давай если чё к нам подойдете на нашем острове проклятых появляются новые ключевые фигуры клан.раб и вы представить себе не можете какие интриги ждут вас в ближайшем будущем но сейчас не об этом на нашем острове появились проблемки посерьезнее к нам на остров приплыла баржа и они явно были настроены чтобы мстить вижу с базукой с базукой с базукой с базукой один с базукой да 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 они с базуками серу надо наверное с печек куда-то перетаскивать я не буду сейчас бахать в заднюю стенку опять скорее всего сюда но на самом деле за несколько минут до этого мы подготовились скрафтили хилки гранаты и смоки ведь было понятно что в скором времени они захотят нам мстить камень дерево надо взять чтоб еще застраивать тут надо гаражки закрыть все они напротив нашего выхода что ли да по дверям будет лупить стопы дала один минус один минус выхожу на подлод второй минус смоки еще один еще один кидайте смоки лутаем их просто дорогу и смоков кидайте и все убил еще одного там на рейдке битку лут по мне стреляют не могу толкнуть пока кого-то взорвал меня убивают дима у них кто-то каверит холм скоростные ракеты забрал что уносить они дима у него со стороны входа со стороны входа тело с глушителем белый сет убил хорош то есть значит труп кинул смок халаш забрал на горе сзади убил на скалах тело хазмат хазмат по нему он стреляют наши сверху за завет спускается убил 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 все 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 убил голый справа голый справа идет его лутать справа от фермы у них серы вот-вот-вот один на мне идите лутайте его хахаха чуваки я их раскидал просто с маками там и гранатами первая волна отбита они уплывают слышь хахаха они уплывают это наш остров this is our land get out get out пишите им просто get out хахаха они убираются прочь от нашего острова поджав хвост буквально за несколько секунд мы отбиваемся от целого клана но если вы до сих пор не верите что этот остров был проклят сейчас я вам расскажу одну интересную историю сразу после того как мы отбились мы решили немного укрепить защиту дома и вы просто взгляните какая же атмосферная стала наша база типа у нас тут теперь соева есть хахаха смотри мы еще вышку можем тут поставить а тут мы сделаем лестницу наверх и если они будут нас кошмарить мы будем наверх прыгать и оттуда выпрыгивать ну а через время на острове появился прежний владелец нашего домика и мне нужно было придумать как выманить у него некоторые пароли ты тут жил раньше вас вчера же рейдили нет да нас вчера рейдили а блин ты можешь пароли на гараж кидать плес мы тут заселились нас рейдить хотят а вы этот дом заняли да мы заняли ваш дом и тут живем а ну пойдем пойдем да мы за вас отомстим мы тут видишь свою коалицию сделали нормальных ребят ладно если бы вы вчера с нами не воевали ладно мы бы с вами нормально общались как бы нет с вами ты особо-то не воевал ребята вы же задипали чуваков меня не было понял ну вот видишь мы тут поселились когда вас рейдили это то да я боюсь что он может закрыть но мы пробахаем тогда но нам все равно их надо бы пронести я базуку просто возьму вам нужно что-нибудь вообще потом нет челы у меня тут осталось только ферма вот это вот а это ты там двери открывал но мы ее трогать не будем если что если хотите вообще заселяйтесь на остров мы тут с нормальными ребятами нормально общаемся да я один остался дружище я просто один остался уже вообще типа сейчас соло ой блин хорошо дружище я же с ними тоже объединился мы же здесь с чуваком вообще чувак зэзэзэ мы с ним в дуо тут жили мы просто с ними объединились вот потом меня вынесли я их пустил в свою хату думали типа начнем с этими пацанами заново да а мою хату ночью тупо бахнули и вот мы построили вот эту ферму короче типа ну они построили типа у вас офигенная ферма слышишь этот дом понимаешь даже не как ферму можно использовать а как дом киберали оказался максимально приятным парнем и было грустно что его судьба завела в такое нелегкое положение но мы все таки с пончиком добрые ребята и поэтому к нормальным соседям относились по человечески все что у него оставалось это небольшая ферма в которой были клоны но не было ни оружия ни верстака и как раз таки это мы решили ему подогнать слушай ты меня в команду можешь добавить давай давай потихоньку остров проклятых превращался в дружную общину но так ли это было на самом деле как раз об этом сейчас будет идти рассказ мы постоянно помогали нашим соседям которые только развивались дали им верстаки оружие и все в этом роде да и пару сетиков которые мы выбили они забрали себе и в моменте этих ребят становится гораздо больше они даже не помещаются в одну зеленку чейкс 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 условия у нас были максимально простые они живут на нашем острове и мы просто не убиваем друг друга и помогаем друг друга отбивать в случае рейда все просто не так ли? все добавлю добавлю ну ка помашите рукой теперь на дальняк я хочу посмотреть работает нет? работает отлично а ты вся не тики пи пачки пришла только половина пачки завтра еще надо в натуре? мы никак не вмешивались в развитие клана точка рэп и продолжали заниматься своими планами наши противники часто плавали на своей барже и мы естественно захотели ее перехватить плавая по морю около полутора часов и как раз в это время нам поступает очень важная информация и если вкратце пока мы с пончиком бороздили моря один из них подбежал к нашему дому и рассказал кое-что интересное то есть наши типы кого мы приютили на острове хотят чтобы мы переехали да не сказать что чтобы мы переехали это ковшик от нас типа беспокоится либо фулл деф либо трубы искать что делаем то есть мы им второй верстак там еще дали да? клан точка рэп несмотря на то как мы им помогали готовились нас зарейдить а инфу нам спалил один из их игроков который был явно с ними не согласен он переживал за нас потому что мы им помогали всеми силами именно поэтому он решил нас предупредить в надежде что мы отсюда переедем но мы не собирались переезжать это наш остров теперь мы должны были придумать как избавиться от этого клана пойдем за мной у меня к тебе дело есть окей не для лишних ушей так сказать короче клан точка рэп да которые построились они в начале были нормальные ребята как казалось бы а сейчас они планируют рейдить наш дом причина максимально смешная причина супер смешная но я предлагаю делать огонь на упреждение что скажешь хорошая идея так то смотри мы сейчас фармим трубы и у них больше не будет хаты на этом острове угу чё ковшик плохие дела да в последнее время какие то происходят не нравится мне это вот честно да не нас много просто представляет только те моменты если ты снимаешь там где нет вот такого вот вот мне просто обидно я бы хотел альянсу к примеру построить я давно тебя смотрю довольны мне было интересно с тобой построить ну мы тоже хотели но видишь судьба такая вы нас ждете или приезжайте или нам вас ждать я ничего не скажу если че мы да мы не знаем ну не надо ничего никого уговаривать забей этого разговора просто не было они хотят поиграть потрухардить мы потрухардим сейчас ковшик если че честно без обид при всем уважении как бы понимаешь вот мы к тебе нормально относимся но подобные вещи когда знаешь вот нормально с типами общаешься а не какую то фигню придумывают там да это не нормально честно говоря было жаль что этот парень оказался в такой ситуации но его глава клана выбрал свой путь но так как мы обещали что мы не будем их трогать даже несмотря на это предательство я нахожу решение и звоню клану 1914 так они в онлайне их в онлайне 20 человек они в онлайне они жестко фармили сегодня целый день очень жестко вот их киба смотри че приходим да можете прийти просто в сервис и забрать с них и все спустя мгновение на наш остров прибывает их первый отряд а за ним и сразу второй вот 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 все вы на нас плывете мы вообще не будем вам мешать можете делать что хотите с ними звучит вкусно на растрязание сейчас я поехал короче ребят марк твен и гранат бахают остальные по кругу растянулись и просто чекаем отстреливаем все что видим нахуй а мы просто смотрим короче польщик кажется это была плохая идея их слышишь ну да ну да определенно ооо смотри пошло дело и вроде и не мы и вроде и не мы понимаешь мы свое слово не нарушали типа нет парня что за бесконтактный рейд то ай бля чувак это вообще вел смотри пошло пошел по комнате дымок смотри жалко пацанулс то не особо мы свое слово сдержали мы их не рейдили слышь наша рука этот дом не тронуло ну вы наверное даже и не представляете Как было приятно наблюдать за тем, как их планы рушатся Зря они начали этот заговор А чё тут, слышишь? Кого тут рейдили, подожди Кого тут рейдили? Тут взрывы ракет были, я стоял 1914 Жесть Подожди, а мы следующие, что ли? Смотри, тут кипа построилась Вот кипа, вот железная, видишь? Это на вас А, я вижу там типа, подожди Ну пусть приходят рейдить, мы попробуем отбиться Мы настолько круто это всё провернули Что клан.рэп так ничего и не понял Они подумали, что в скором времени Клан1914 придёт рейдить и нас Я не могу, блин Они сто процентов сейчас Дима начнут рейдить Да Но мы готовы, пускай приходят, пофиг Я думаю, если нас зарейдят, то ничего страшного Последний путь Чувак, это пранк Это такой пранк Это такой пранк Это иди, что ты Никто ещё не делал Это такой пранк Дима, тебя сейчас рейдить будут Такой, что рейдить хотел Дима Я такой, Дима, теперь рейдить будут Нет, нормально Вот это то, что они, короче, не выкупают Что это наш Типа, это ещё Блин, прикол, суть, когда они видос будут смотреть Ты прикинь, как их типа вокруг пальца обернуть Как у них очко сгорит Это же вообще трэш Нет, это куча стрим-снайперов после видоса сразу Понимаешь, они хотели нас в крысу зарейдить При том, что мы им помогли, да? Мы прикрывали, мы там помогали Мы их не трогали изначально Хотя зарейдить могли ещё фиг знает когда, да? Да И они вместо того, чтобы принять такую помощь Они берут и в крысу хотят нас зарейдить Но у одного человека совесть не позволила это сделать И Ковшику большой респект Возможно, он спас финал этого видоса И благодаря нему произойдут следующие действия Мы заметили, как в очередной раз клан соседнего острова Отплывает на барже пофармить в зиму И понимая их маршрут Мы покупаем несколько субмарин Чтобы их перехватить по пути домой Это отличное время, чтобы провернуть эту фигню Пока один из нас наблюдал за горизонтом Я крафтил торпеды на все три субмарины И теперь мы были на полной готовности Просто приходишь, садишься, собираешь свой сетик Он справа снизу, короче, лежит Там и торпеды, там все лежит Получается, ваша задача их не пустить вперед вас То есть, ну, чтобы не быть со спины, наверное Как будто такие, знаете, вот вам желательно перед ними быть, да? Да Едет, 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 едет баржа Понч Быстрее! Я пока под воду Понч, всплывай, плиз Они на мне Я их вижу Я их байщу пока С другой стороны фигачек Куда торпеды летят, нафиг? Давай! Машина! Делаешь Ныряй, 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 ныряй Понч, 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 нужно Ныряй, ныряй, ныряй 120 кп Минус Машина, машина, просто машина Они минус? Не знаю, вроде Они плывут или нет? Вроде нет Понч, только ты на субмарине Понч, ты на субмарине Они не плывут, все, все, все Они сейчас под воду пойдут Надо их ловить под водой Они сейчас с острова сюда побегут Они, стой, не стреляй, все ждем 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 пускай не топятся идут под воду они одели костюмы готовь фигачить их под водой не подплывай близко не подплываю скажи как будут вылезать бы я не вижу они лутают собирается я могу накинуть час туда сочели на них отходи оттуда отходи от того отошел отошел гранаты часки я буду еще заплевывать да 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 бум-бум пич кинул гранаты пошли 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 взорвал не лезь не лезь не лезь пока отходить стой не кидай работаем с ножами залетаем они все мертвы они все мертвы чувак лут был камень сеты сеты подводные подводных сетов много путаем все короче это было хорошо позже мы наконец-то уничтожили ту самую баржу благодаря которой они зарейдили огромное количество домов и после этого почему-то в чате они ничего не пишут ковшик был практически новичком у него было всего лишь 400 часов и на самом деле перед ним мы чувствовали небольшую ответственность и решили ему во всем сознаться что сказать ему правду или нет что именно ну то что это наши были спасибо тебе большое реально твои видосы очень рады но все равно узнает но приятнее когда скажут ну да 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 ладно мы тут посовещались ну ты с какой-то точки зрения был прав то что это наши ребята вас зарейдили по одной простой причине мы хотели зарейдить вас сами после того как эта инфа пришла у меня сгорело я подумал что мы вас бахнем но знаешь вот при всем уважении к тебе вот мы не стали этого делать потому что ну мы могли сами это сделать прийти втроем и вас пробахать также просто проблема в том что мы не хотели чтобы тебя расстраивать да вот и из-за этого я написал просто знакомому клану который с которым мы как раз хотим рейдить остров вот они пришли без проблем пронесли вас как бы я не хотел особо тебе навредить да вот но если нужна помощь там отстроить дом без проблем твои друзья не особо адекватно себя ведут вот проблема только в этом да я понимаю я я это изначально понимал но у нас 40 процентов примерно думали как я типа зачем это делать но решился только прийти один я и так план . рэп обращаюсь к вам я надеюсь если вы посмотрите этот ролик вы примите свои ошибки и не будете сильно агрессировать мы поступили так как вы хотели поступить с нами и в следующий раз если к вам обращаются по-человечески и пытаются вам помочь я бы не советовал делать заговоры респект всем вашим игрокам которые не хотели нас рейдить в спину кстати говоря клан . рэп ливнули и поэтому мы ковшика забрали в свою команду ведь мы видели что он искренне хочет поиграть в эту игру а нам было несложно ему помочь после того как мы потопили баржу на острове соседей воцарила тишина было понятно что у них очень сильно на это сгорело и это было только нам на руку ведь это было самое подходящее время чтобы захватить их остров у них сверху турели не работают час дима сейчас мы придем мы сейчас всю хату разнесем если их дома нету но это тупо фатальная было если они реально вышли знаешь что больше всего еще удивляет что после того как мы баржу типом слили они сразу альты в 4 сделали это именно прям вообще по морали ударила жёстко ближайшие пару часов выглядели примерно так ведь чтобы рейдить ту крепость нам нужно было очень много серы уважаемые жители острова очень скоро мы будем отправляться в последний бой опа здравствуйте трубы попозже привезут маке окей мы сейчас пока на пламя порах я задолбался уже крафтить все ковшик ты хоть раз рейдил большие дома хочешь поучаствовать маленьком рейдике с удовольствием эти подарки сейчас пойдут в дело вот вот это нам надо ну я думаю нам хватит да вот на на все ракеты которые мы сделаем хватит так черные тоже крася в зеленые давай зеленые идут к белым все готовы рассказываю план действий короче я тут но чё зря рисовал что ли справа это наш остров остров добра и позитива понимаешь правда это бы остров проклятых пока мы здесь не заселились и не собрали вот нормальных ребят которые нам помогают да и у нас есть цель которые весь вай прейдели этот остров этот клан выносили все бомжатники которые строились у нас нас в том числе поэтому мы собрались здесь чтобы уничтожить их сегодня и забрать все ресурсы я надеюсь у вас боевой дух позволяет это сделать по всему периметру будут стоять турели кпп я надеюсь вы их увидите в бой господа ура отправляемся выпускаем в икул я надеюсь они еще в онлайне потому что ну хотелось бы пощипать их нервишки так сказать собравшись полностью мы отправляемся в последний путь мы не знали выиграем ли мы эту битву но одно мы знали точно что у них база скоро затрещит по швам не забегайте сверху все открыто пароль я написал от кибы если чё он туда с ребён подострелку видишь куда я попал нифига себе у неё звук вот сверху прорвалась галатик ты где любимый мой галатик выходи Ну что-то, по-моему, они вообще окончательно ливнули сегодня. Судя по всему, пока что эти ребята были в офлайне, но очень скоро они уже зайдут. И к этому времени мы должны уже были прорвать у них полностью турели. О, скоростные ракеты есть. А, ну все, конечно. Помнишь, где у них ракеты были? Вот эти гаражки все взрываем, и все. Все взрываем тут. Абсолютно все, что тут есть, все взрываем. Открывает гаражки, слышь? Гаражки-гаражки открывают. Они в онлайне. Типа убили, типа убили. Ракеты нужны, ракеты боевые нужны. Не спасут ли сутки. Просыпаемся, ребята. Лестница сиди, лестница сиди. Улетит. Ковшик погиб. Лестница у меня. У кого ракеты? У меня нет. Тут могут быть турели сверху, аккуратно. Гантрап, гантрап, разбейте. Тут компачи. Все, отойдите, это последние гаражки. Это последние гаражки. Турель, турель, турель сверху. А где у них хоть намек на взрывки? Подожди, у них же были тут гаражки со взрывкой. Раньше, помнишь? Либо перенесли, либо срали. О, турельечки любимые. Где хоть какой-то взрыв? Надо разбить все у них вот эти переключатели и трубы. Это вообще, это самое болючее будет. Ну-ка, отойдите. Давай, делай, делай. Можем вниз еще пробуриться, если хотите. Мне это наоборот. Я снизу, снизу, снизу убил. Галактика. Есть разрывы, надо, надо. Так, нашел ящики. Пока пустые. Ну, у них тут еще, смотри, гаражки. Можем тут бурить. Дальше. Готовься, он будет снизу под потолком сразу. Давай, я сразу, сразу, сразу. Никого не убил, не убил. Тут два мертвеса, смотри. И двери открыты. У них везде дом один. Дом, это одна сплошная лутовая. Просто направо рубим и все. Мы начинаем взрывать каждые гаражки. Но намека на какую-то взрывчатку абсолютно не находим. И все это время владелец где-то открывает новые двери. Было чувство, что он переносит все ресурсы. О, хорошо, хорошо, хорошо пошло. Давай просто по центру бьем и вскрываем гаражки, которые у них есть. И все. По-любому попадем куда-то. Справа гантрап, аккуратно. Ладно, добьем. Гантрап, бейт, лут носит по гаражкам, слышишь? По домейн. Не, походу до мейна тут и не пахло, я не знаю. День сменила ночь, но мы по-прежнему не находим никакого намека на присутствие взрывчатки. И продолжаем искать в этом доме. Вот у них МВК вот эти лутовые смыслы. Смотри, по бокам. Да, и он как раз в эту сторону бегает, смотри, там фонарик. Так, я там ничего не заметил, но как будто шаглянем. Посвети факелом возле меня. Отлично. Сейчас. Не, меня перекидывает, меня перекидывает через стену. Означает ли это, что там что-то есть? И вот наступил новый день. Пока я крафтил ракеты, ребята контрили полностью этот дом. Где, кстати, хозяин дома позакрывал несколько дверей. Ребят, ребят, мы все открылись еще. Я думал, что мы были друзьями, знаешь, и я думал, что мы были лучшие друзьями, бро. Где твои ракеты или что-то? Или ты диспавнул? Мы не имеем ничего. Мы потеряли все, бро. Можно ли вы открыть все двери? Мы потеряли все. И? Нет, бро. Почему? В итоге мы разговаривали с хозяином этой территории. И он признал, что мы реально сумасшедшие островитяне. Галат, эта война так狂ивая. Да? О, да, это хорошо. Эта война так狂ивая, но я думаю... Ты любишь шоткан-трафт? Да, да, это хорошо, это хорошо, мой парень. Бро, эта война так狂ивая, потому что у меня хорошие враги, как ты, мой парень. Спасибо большое. Это было круто. Ты был, как ты называешь, пыль в губе, ты знаешь? Что ты думаешь? Что ты думаешь? Да, да, да. Что ты думаешь о моих субмаринах? Ха-ха-ха Они любят это Ха-ха-ха Как долго ты ждал? Как долго ты ждал, когда ты увидел нас Может быть 40 минут Но мы не только ждали тебя Мы пытались собрать скраб Чтобы купить эти субмарины Я думал, что это было так смешно Я думал, что это было так смешно Но нет Это было хорошо Мы не имеем в виду Все время мы идем в снег Мы мертвы Мы мертвы Мы мертвы Это почему мы пошли в душе Мы мертвы Мы мертвы Мы мертвы Мы мертвы Спасибо за вип Ты очень скучный Это для тебя, я думаю Ты очень хорош Спасибо, брат Ты очень хорош Ты хороший игрок Ты хороший игрок Я тебе это Бро-бро Я тебе это Ты хороший игрок Прямую Воспihen Мы решили закончить На позитивной ноте Пофакту Нам не нужны были ресурсы с их дома Но мы хотели показать им, что мы способны На многое По итогу Мы просто покинули их территорию Основные все что у них оставалось в ящиках но это еще не является концом после всего этого он пришел к нам в гости на остров где попытался с нами просто поговорить в мирной обстановке hello hello gala hello take back the island i think we go take back did you like it all my plans bro i'm ghosting your base when you go with board your farm i every time i destroy all your tourists and thank you all did you actually get loot out because we didn't notice anything missing you were like okay we kill him on his first trip but we weren't sure bro bro it's bad timing for me but i say for just trolling you my friend i don't take it something because i don't have medical syringes and i got bad timing when you coming base we arrived just in time because i was gonna shoot a twig so i run around the base and then i see you running away full kit with rocket launcher i was like what the fuck we're getting ridden you should have heard or discord when we realized all doors were open we were so mad at each other it's all crazy it's all crazy story i try now could read you one thousand king combination not working my friend you are crazy bro you are crazy а потом на память мы сделали с ними пару фоточек и это тоже все еще не конец сейчас будет открываться очень много различных тайн о которых даже мы не подозревали блин знаешь что приятно что вся эта история все это было через адскую боль через пекло через страдания но все закончилось позитивной нотой типа то что вот мы даже с теми типами с кем и full вайп кому руинили да даже они как бы паров или с этого и все довольны он говорит что они не понимали что мы у них украли короче и у них очень сильно горела на это а так вот видишь все таки дизайнфаст работала туда они поэтому и пошли рейдить на бум и типа и сегодня мы угадали к что они сгорели после этой баржи и внули что не прикинь это настолько читаемо было он рассказал ту реально то что их убили вот на барже они возвращались мы потопили это было последнее что они хотели сделать короче они просто ливнули когда они еще в первый раз вам пришли рейдить у них расстрочку ракет отобрали нефи а вот кто ракеты наши украл пончик когда я всех убил они с ракетами нашли прикинь рейдить они с боевыми были я думал только скоростные так это получается подожди так это у них забрали эти пацаны ракеты которые были на нас у этих типов это них это не они и они еще вот эти типы хотели нас зарейдить прикинь за те ракеты которые мы выберем я подумал это не скрафтили на фарм или по это они свет это не свистнули у этих типов которые нашли рейдить и молчал и если даже это вас не заставило войти в шок то чтоб вы понимали пока 1914 рейдили с нами зарейдили их основную базу и теперь этот клан который нам помогал стали полностью бомжами и чтобы они не расстраивались мы отдали им свой домик ну и это было еще не все ко мне в стиме добавляется галат который жил на соседнем острове и просит подойти к нему иностранец решил открыть всю хату и отдать все ресы которые есть брик это вообще-то такая концовка топовая я тебе говорю ваще жизнь нахрен яс на центр знаете great entrance о май гад дельте литой катеру вы третий рвей третий и сейчас вы поймете что это домик не такой простой каким он казался со стороны а у него через крыши а у него бункера вот рот чувак у третий бенч суша мне кажется что у них стояла система которая распихивала по этим но они не все слили получается вообще не все они вообще не все слили он вышел блин такой чувак приятный просто жесть слушай но это все для вас получается вы его зарейдили теперь ты знаешь что у вас есть лут зави сюда всю команду пусть они все лутают здесь каждый бункер вот так остров проклятых превращается в нечто иное здесь появляется практически целый город за этот вайб мы пережили огромное количество рейдов но мы все равно дошли до конца как я и говорил нашу базу мы полностью отдали клану 1914 со всеми ресурсами они же в свою очередь разделили весь лут с ребятами которые здесь обитали и помогли ковшику построить новый дом ходят слухи что этот остров все еще живет своей жизнью на нем обитают такие же добродушные ребята которые защищают на нем своих жителей и больше этот остров не проклят ну а я с гордостью заявляю что это действительно был мой самый лучший ролик который только можно было отснять и смонтировать на который я вложил огромное количество сил и надеюсь что вы меня поддержите лайком и мы здесь наконец-то преодолеем черту в 200 тысяч лайков и если вы действительно хотите видеть подобный контент то обязательно пишите комментарий мы с тобой вот вдвоем да если нет втроем вообще не втроем со всеми ребятами которые были в этом видосе да со всеми нашими врагами которые нам палки в колеса вставляли мы сделали просто такой шедевр что просто это невозможно будет просто переплюнуть ближайший год мне кажется я не сниму больше подобного жалко то шум для бабусы которые будут смотреть они тупо не я надеюсь они будут смотреть и они досмотрят этот видос и кайфанут от него просто нереально этот видос понимаешь тут в голове все настолько закручена настолько идеально выглядит что блин мне теперь не хочется спешить чтобы его смонтировать на этот ролик было действительно потрачено огромное количество сил и времени и если мы здесь не соберем 200 тысяч лайков то вряд ли вы увидите в ближайшее время двухчасовые видосы вы просто даже и представить себе не можете насколько сильно они выматывают но я благодарен всем кто досмотрел этот ролик до конца ну а теперь настало время титров ну а ну а ну а Субтитры создавал DimaTorzok